Всем салют! В этом видео кратко поговорим о Эльфе Крови. Это новый герой, который у нас появился. Герой обладает высоким показателем физической и магической защиты. Очень высокий у него маг-атака. При этом физ-атака тоже высокая, что делает довольно эффективное использование тех же костяных драконов и других юнитов с физ-атакой. Ну, конечно, основной атрибут его это магические юниты. Но сейчас очень много у него сальных сборок, и все это работает. Поэтому каждый будет использовать тому, как у него развиты фракции прокачаны, как юниты прокачаны и тому подобное. Уникальный талант, который у него есть, довольно-таки интересный, да, повышает сопротивление, снижение урона на 18%, когда стейки становятся меньше по 10% жизни. Очень интересно, да, и использовать в мобилизациях его будут. Зеленым ситками мы прокачиваем, повышает урон дружеским солдатам, да. А вот здесь нету баф короля. Баф короля дает ему 15% жизни. Вернее, не ему, а всем вашим юнитам плюс 15% жизни. Тоже хороший баф. Его навыки, да, первый навык, вот, в начале хода он бафает своих юнитов, и которые, в случае чего, после смерти, на их место в начале хода будет призван стек кровяных эльфов. Лорда вампиров, прошу прощения. Лорда вампиров, да, будут призываться. Ну, и они, как бы, очень интересно, да, они там обладают своими бонусами. Тут вот можно почитать, да, то есть эти лорда вампиров там не как обычные, да. Но, опять же, нужно прокачать их в Эларе будет, кто будет использовать. Если вы не используете там все слоты общие, да, в снаряжении своим геройском, можно ставить лорда вампиров и вашу одежду, да, и тем самым усилить, и будет довольно-таки неплохой эффект. Но, опять же, смотря, как вы играете, какое у вас снаряжение, это все индивидуально. Второй навык у него наносит урон выбранному юниту, да, и лечит своих юнитов. Но, опять же, не лечит фракцию нежити, да, то есть если вы будете ставить новых юнитов, да, которые появились у нас, и, соответственно, вместе с ними костяных драконов, то там, как бы, спектра и костяного дракона лечить не будет. Ну, у нас есть третий навык и четвертый навык, да, которые там накидывают нам возможность вампиризма, повышаются, усиливают уроны, усиливают вампиризм, и очень сильно эти спектры лечатся за счет этого вампиризма, да, без лечения, без второго навыка. Вот, так что использование, я говорю, сейчас можно кого угодно ставить магом, физиков, физиков, магов, все это работает, то есть за счет талантов, за счет навыков, вот. Как-то так. И вот третий навык у него, ну, у него урон, коэффициент урона 140, да, то есть использовать, к примеру, силу магии, да, там, эрозию я бы не рекомендовал, потому что у него есть своя возможность сыгренирования цели, да, там, до 60% эрозии родной, у юнитов, как бы, и, соответственно, стоит ли тратить на это такие навыки, ну, нужно пробовать, тестировать на самом деле, но я бы поначалу бы не стал бы ставить силу магии, да, то есть у него, как бы, магия, не основной его урон, да, наносить магию, он основно наносит с руки, да, за счет того, что высокая мага атака, плюс призывает лорда вампиров, которые тоже хорошо наносят урон, да, то есть если ваш стэк погиб, на его место встает другой, вот, соответственно, тоже очень эффективно. Герои сейчас вот в боях показываются неплохо, сейчас вот посмотрим, у меня нету, но топы уже повкачивали, можно на них посмотреть на арене, вот, я не помню, у кого есть точно, вот, вот здесь есть, вот, два, ну, опять же, сейчас довольно-таки похожие сборки, ну, каждого по-своему, да, здесь, получается, выставили магических юнитов, да, каждый по-четыре для того, чтобы у нашей, вот, стихии воды работали их пассивки, вот, соответственно, так как здесь есть два костяных, два, ну, представители фракции смертных, да, ставят скорпионов, так как они ходят по дворам, ну, каждый раз есть шанс срабатывания еще выстрела у машины, и поставили, каждый ставит покрылья смерти, для чего крылья смерти ставить, да, для того, чтобы появился Огр, видите, здесь нет никого, кто усилил Джина, нету, нету Огра, да, кто бы усиливал, а так Огр появится и усилит войска, даст, даст бонус, да, то есть, опять же, поднимут лорда вампиров, которым Огр, появившийся Огр, тоже даст усиление урона, довольно-таки интересное решение, да, вот, кто-то поставил себе муху, да, то есть, ну, как ее зовут, это у нас, точнее, стрекоза, стрекоза, это я муха называю, прошу прощения, стрекозу для того, чтобы ману высасывать, да, то есть, вот, вот, здесь другое решение, возможно, по лидерке, кто-то использовал с кем, кто-то нет, ну, такой вот вариант сбора героя, да, есть, другие есть, вот, как, полностью ставят, так, какой здесь, вот, здесь у майка такой вариант сборки, вот, тут он, здесь он поставил джина для того, чтобы усилить урон, да, то есть, ну, каждый по-своему играет, здесь другие звери, другой зверь, другая машина, да, то есть, он от урона играет, тоже довольно-таки хорошее решение, так как урон будет наноситься большой, два дамажащих юнита, то есть, и за счет лиса, за счет зеркала будут очень много урона вносить, ну, и впоследствии, даже появившиеся лорды вампиры, лис может еще раз, у него есть шанс, да, то есть, еще раз первый навык накастовать, дать всем урон, защиты, то есть, как бы, тоже очень эффектно, ну, вариантов сборки много, какие они будут оптимальны, все это тестируется, дальше время покажет, герой очень интересный, на самом деле, и в аммуниционном плане, тоже у него все, анимация очень интересная, прорисовки такие красивые, вот, но, к сожалению, получить без анатов его невозможно, да, когда он появится в сундуках, но, опять же, не скоро, не раньше, не через 90, а то, может, и 100, вот, соответственно, будем посмотреть, то есть, я, как бы, в этот имя даже не собираюсь его брать, ввиду того, что, вот, видите, какие уроны наносит за счет лиса, за счет зеркала, да, просто космические, все, все сносит на своем пути, так, сейчас подождем, кого-то призовет, ну, это в начале следующего хода, вот, у него единичка появилась, такая вот анимация, ну, уже никого не осталось, да, поэтому вампиризм, к сожалению, тут не сработал, вот, уклонение спасло, вот, сразу три стека вампирова, да, которые потихонечку будут загрызать, добивать, очень эффективно, да, у них показатели высокие, но, опять же, здесь нельзя посмотреть, ну, то есть, это у супертопа, да, у простых игроков будет поменьше, все эти дела, да, но, очень интересный юнит, так, вот, именно за счет лордов, больше, я думаю, победил, да, вот, сами все видели, так что, принимать решение, качать вам, не качать героя, это уже все за вами, на мой взгляд, герой очень интересный, на этом все, всем спасибо.